приветствую вас и нет так бывает не у всех понимаете в чем дело ваши родные ушли вместе с ними ушло ощущение то ощущение которое у вас было когда они с вами были а сложно сказать вот так вот просто что это было за ощущение может быть это было ощущение нужности может быть это было ощущение неодиночества может быть это был что-нибудь еще нельзя сказать однозначно что за ощущение вы испытывали но что можно сказать совершенно точно так это то что то у вас и вам можно и нужно жить дальше. Только для этого требуется, на самом деле, я бы сказал так, смириться до конца с мыслью о том, что у наших родных больше нет, и их не вернуть, но то, что их нет, не означает, к счастью, что они действительно больше не существуют. На самом деле, ваши родные живут в вас, и они живы в памяти вашей, и вы можете к ним обращаться, вы можете общаться с ним, спрашивать их о чем-то, разговаривать с ними, если требуется. Но главное, о чем вам нужно спросить у них, это было, чего бы они для вас желали, чего бы они хотели для вас. И я уверен, что они хотели бы, чтобы вы были счастливы. Уверен, что они хотели бы для вас от того, чтобы вы были счастливы и жили полной жизнью. А вот эта ложь, действительно, происходит из-за того, что вы подсознательно, возможно, подсознательно, ищите им замену. Вы ищите им замену, но при этом заменить их ничем не можете. И давайте мы скажем с вами прямо так, что их и нельзя чем-либо заменить. Наоборот, было бы странно, если бы можно было заменить родных. Тогда это было бы, наверное, оскорбление их памяти. Тогда бы это было бы что-то точно не то, что у вас есть сейчас. Я хочу сказать, что начинать жизнь что-то с того, чтобы смириться. Смириться и выплакать, наверное, все то, что у вас есть на реше. Выплакать, побыть слабой, возможно, ничего не делать. И вот если вы не можете этого сделать, если у вас нет возможности для того, чтобы побыть слабой, вот это действительно большая проблема. Возможно, именно поэтому вы и стали такой, как вы говорите, потому что вы не чувствуете, что кто-то вас поддерживает, а вы пытаетесь сравнивать, сравнивать людей. И вы пытаетесь сравнивать тех, кто вас окручает с вашими родными. Это неправильно. Никто вам не сможет, к сожалению, а может быть и к счастью, мы об этом уже говорили, заменить ваших родных людей. Так вот, правда, в том, что вначале вам нужно определить, что именно у вас сейчас есть. Какое чувство наиболее сильно вас сидит. Какое чувство сильнее всего не дает вам жить. И именно с ним нужно работать, с этим самым чувством. Потому что в противном случае оно объективно не даст вам совершенно никакого житья. Оно не позволит вам наслаждаться жизнью, оно не позволит вам получать от нее удовольствие, оно не позволит вам строить новые отношения. И что самое главное, оно не позволит вам быть счастливым. Нужно отпустить и смириться с Рамилией. Это, пожалуй, первое. И самое главное, то, что вам нужно сделать. А дальше, дальше, дальше нужно начинать жить так, как, я думаю, хотели бы, чтобы вы жили в ваших родни. Вот как они хотели бы, так вам и нужно жить. Я думаю, что это то, что является для вас самым главным. Я думаю, что это то, что является для вас самым актуальным сейчас. Нажать жить так, как вы бы того хотели. начать жить не для них, на самом деле. Начать жить не для того, чтобы просто, как вы говорите, волосить себя заломиться, а начать жить по-своему. Исходя из своих целей, стремлений и желаний. Но для этого нужно бережить до конца потери родных людей. Для этого нужно побыть слабым, для этого нужно побыть беспомощным. В этом нет ничего дурного в самом пути. Но вы этого не делаете, вы не позволяете, возможно, всем эмоциям вырваться из вас. Вы не принимаете смерти ваших родных. И, видимо, у вас нету, собственно говоря, каких-то своих сформированных сет. Я думаю, что именно так вам нужно поступать. Именно так. С чего начать жить заново? С того, чтобы пережить и отпустить до конца смерть родных. Чтобы выговорить свои эмоции, выплеснуть их и полностью их пройти. В родственном случае они будут вас копиться и все сильнее и сильнее влиять на ваше поведение, на ваше отношение к людям. И это вряд ли вам поможет как-то стать счастливее. Если вы верите в Бога, можно, в принципе, обратиться к священнику. Можно сходить на исповедь, можно поставить свечку, можно поговорить ну как бы с церковным служителем. Если вы Богу не верите, тогда надо сказать, что самое ценное, что осталось у вас от родственников, это память о них. И пока есть память, они живы. Что вы будете с этим делать? Будете ли вы жить памятью о тех, кто ушел, или будете жить дальше решать вам? Но если вы желаете все-таки жить счастливо, перестать быть той, кем вы себя описали, то я думаю, до этого потребуется определенная работа. И вы просто готовы ли вы эту работу выполнять? Готовы ли вы сделать все то, чем я сказал вам несколько ранее? на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Снимаю вам любого и удачи!